Мы продолжаем говорить о задержании украинского журналиста Российской Федерации. Ему применяют подозрения в шпионаже. Об этом поговорим с нашим гостем Ярослав Католик-Политолог у нас в гостях. Здравствуйте, Ярослав. Ну вот простой вопрос. Зачем украинскому журналисту или просто украинцу, зная вот эти отношения с Российской Федерацией на сегодня, ехать в Россию? Я думаю, что это обыкновенная беспечность, когда каждый считает, что это там где-то далеко политика, война меня не касается, и я буду себя чувствовать абсолютно комфортно и не предвижу никаких опасностей. То есть, вы думаете, что он не был готов к тому, что... Безусловно. Если бы он был готов, конечно же, мы узнали бы о том, что он задержан гораздо раньше, потому что эту ситуацию держали бы на контроле. Как правило, идет периодически, знаете, система созвонов, какие-то кодовые слова безопасности, которые позволяют скрытую информацию донести, которую прослушивающие органы не будут знать. Поэтому я считаю, что он был неподготовлен, и то, что о его задержании узнали совершенно случайно, это подтверждает. Скажите, вам кажется, это спланированная акция? Российская Федерация, безусловно. Мы, понимаете, задержали не кое-какого украинского журналиста, а журналиста, который достаточно критично освещал действия кремлевской власти, скажем так, за рубежом. Но в Украине это не редкость сегодня, давайте прямо говорим. Ну, безусловно, но дело в том, что не все те, кто критически пишут репортажи о кремлевских властях, едут потом в Россию, поскольку все понимают теоретики, которые есть. В этом вопрос, зачем человек, который критикует режим, едет в страну, которую он критикует? Ну, это не единичный случай. Многие наши сограждане, которые привыкли жить при относительной демократии, когда есть свобода слова, когда каждый может ругать президента последними словами, абсолютно спокойно себя чувствует и не ожидая, что это может иметь какие-то негативные последствия для него. К сожалению, в России совершенно другая ситуация. Мы помним эти новостные сюжеты о том, что человека задержали за лайки ВКонтакте, за репосты. То есть не то, чтобы какое-то публичное высказывание своих собственных идей, даже перепосты в соцсетях без каких-либо ярких или четких призывов. Ну, уже были некоторые высказывания и некоторые комментарии украинских политиков. Вот, например, спикер парламента Андрей Перубий сказал о том, что пора вводить визовый режим с Россией. Вот. Этот законопроект был предложен уже в 2014 году, но до сегодняшнего дня был еще вот в состоянии, просто он есть, но его не приняли. Станет ли импульсом задержание Романа Сущенко? Как вы считаете? Я считаю, что это задержание, безусловно, может стать импульсом к принятию визового режима. Но тут другой вопрос, а нужно ли принимать это решение, поскольку это может вызвать аналогичный ответ в Российской Федерации, когда гражданам Украины будут вводиться визы. Я напомню, что раньше у нас уже ужесточались условия перемещения граждан между нашими странами. Россияне просто так не могут заехать в Украину, для этого уже нужен загранпаспорт. Хотя мы еще можем по внутреннему паспорту заезжать. Вопрос в том, какую цель мы преследуем, что мы хотим остановить, если мы считаем, что если мы вводим визовый режим... Улучшить качество контроля, скажем, людей, которые пересекают границу. Где границу, понимаете? Потому что на восток Украины в боевые действия не приезжаются свободно и без визовых режимов, и без загранпаспортов, и, возможно, вообще без каких-либо документов. В Крым точно так же они будут перемещаться. Если мы опасаемся терактов у себя на территории, да, тогда если это, ну, мы не знаем, кому мы можем доверять, безусловно, это может стать. Но я не думаю, что это ситуация такая. Думаю, совершенно... Ярослав, слышим Ваши комментарии, слышим Ваше мнение по поводу визового режима с Россией. Давайте послушаем мнение одесситов, как они смотрят на эту тему и что они думают. Давайте посмотрим. Популизм или вынужденная необходимость. Как одесситы относятся к предложению правительства ввести визовый режим с Россией? Зачем? Ну, как бы близкая страна и много людей, которые живут в Украине, есть в России. То есть нет смысла поехать к родственникам и оформлять визы. То есть зачем? Очень неудобно довольно. У многих украинцев есть как бы много родственников России и визы вот эти и все такое. Но это неправильно, я считаю. Реально, много родственников и что бы там ни было, как бы это же родственники. Лучше, конечно, упростить это все дело и делать безвизовый режим. Все-таки не забывать, что есть люди, есть родственники, есть какие-то все равно отношения. Политика, политика, это должно быть хоть какое-то отношение человеческое. А нигде не нужен визовый режим, нигде не нужна таможня. Чем меньше преград, тем легче людям жить. Да потому что деньги люди будут за эти визы платить, вот они и хотят их везти. Ну, то есть вот так вот. И все. А ради чего эти визы вводить, я не понимаю. То есть не было виз никогда ее, а сейчас они их вводить хотят. Думаю, не стоит. Политикам, наверное, выгодно. Они женатым деньги делают. А политики много чего собираются делать, что там для народа не всегда подходит. Ну, зачем? Вы к сестре или к брату ходите с визой? Они нам дают возможность въезжать. Почему мы должны им не давать? Ну, то есть есть люди, которые приезжают сюда к родственникам, к детям. А зачем братские народы ездить туда? У меня родня там живет. Так что мне туда загранпаспорт оформлять? Считаю, что это бесполезное дело. Зачем создавать искусственные препятствия для поезда к родственникам? Я, честно говоря, не понимаю, к чему это. Я против. Ну, это только обозлит. Они сделают такие же меры, они запретят нам визы. У нас много родственников, у нас очень связаны страны. Я не поддерживаю действия России, что она делает у нас на Востоке и по отношению к Крыму, но я считаю, что это рассорит обычных людей. Водить надо, потому что, чтобы не было нелегальных перевозок, всяких там контрабанд и всякого прочего дела. Никакой России. Россию нам уже вот так вот. Вообще, в Россию даже ездить не стоит. Это рано или поздно все равно угомонится все, и все равно будем любить друг друга. И должна быть свобода. Так же, как и весь мир, мы не должны вообще ни от кого отграживать. Я считаю, вообще никаких виз не должно быть. Мой зятец из Питера. Здесь живет, кстати, прекрасно. Нет, я считаю, что нам нужно быстро помириться и успокоиться. Мнение одесситов узнавали в кадре Юля Долганюк за кадром. Михаил Данилов. Разные мнения одесситов, как обычно. У нас в студии политолог Ярослав Католик. Мы слышали позицию одесситов. Вашу позицию мы уже тоже слышали. Хотелось бы вернуться к словам Вадима Карасева, который сказал, что, возможно, это история с задержанием журналиста на долгие годы. Вам кажется, как? Получится сделать подобие такой Надежды Савченко из романа Сущенко или все же нет? Тяжелый вопрос, на самом деле. На него не так легко ответить, потому что где-то ситуации похожи, где-то они отличаются. Хуже то, что все-таки журналисты не настолько раскручены, как Надежда Савченко, которая была не просто... Это тоже президент, в принципе. Да. Но у нее был еще мандат международный. Она была как представитель Украины в парламентской ассамблее Совета Европы, если мне не изменяет память. Поэтому у нее вообще был международный иммунитет. И она, к тому же, была как военнопленная. И тут образ со международным сообщества совпало, что о ней говорили все и говорили как о дипломате. То есть тут есть отдельный аспект. А в данной ситуации он поехал просто как обычный гражданин, то есть не по журналистской работе. Да, у него не было визы. Да, он поехал просто навестить своих родственников. Поэтому он, естественно, не аккредитован как журналист на территории Российской Федерации. Соответственно, тут нельзя рассматривать, что он именно как журналист, именно его статус. То есть тут понятно, за что его арестовали. Но такой вариант, что он действительно шпион, вы даже не рассматриваете, учитывая, что он бывший кадровый военный. Я абсолютно не рассматриваю. Я напомню эти истории о крымских диверсантах, которые мы слышали. Хотя доказательства вообще смешны. До этого были тоже различные случаи, когда наши граждане арестовывали. И из них потом пытались сделать образ шпионов, диверсантов, кого только не пытались. Даже 74-летний уже пожилой человек, тем не менее, он тоже арестован, как будто он шпионил на пользу нашей страны. О чем можно говорить? Но давайте все-таки еще вернемся к визыному режиму. Если Украина делает визовый режим для России и, соответственно, так же может среагировать и Россия, то какие потери понесет украинец, который ездит в Россию на заработки? А в результате какие потери понесет Украина? В среднем в Россию на заработки ездит от 2 до 4 миллионов, потому что очень сложно посчитать. Это все деньги, которые привозят они оттуда сюда. Это больше миллиарда долларов в год. Почти как МВФ, который дает деньги. Вот что вы по этому поводу думаете? Ну, я думаю, что тут вопрос станет, по сути, ребром. Во-первых, какой будет правовой статус тех граждан Украины, которые легально находятся на территории Российской Федерации до введения визового режима. То есть может получиться ситуация, когда люди, которые работают, работают уже давно, и которые получили официальное разрешение трудоустройства Российской Федерации, за которое платятся деньги, у них, кстати, это платная услуга, могут им сказать, ребята, извините, но, пожалуйста, на кислород. Или получайте, оформляйте визу, но визу будете оформлять у себя там в Киеве, допустим. Поэтому, во-первых, они потеряют много денег, потому что им придется возвращаться домой. Во-вторых, конечно же, оформление визы, правильно одесситы говорили о том, что это стоит денег, это время. Поэтому это тоже будет не так быстро, не так дешево. Это будет определенное препятствие, которое будут предлагать решить за деньги. Все мы знаем эти околовластные структуры, которые предлагают и сейчас европейские страны различные, там, и трудоустройства и так далее. В-третьих, давайте не забывать, что все-таки Одесса – это туристическая страна, и если нам не нужны туристы, то давайте так и прямо скажем. Я считаю, что нужны. Если они привозят нам деньги, и потом мы эти деньги можем направлять на развитие города и развитие страны, почему нет? Они не хотят ехать в Крым, хотя Крым якобы российский. Все знают, что там советские сервисы, знают тех ужасных проблем, которые там существуют, и они не хотят туда ехать. Если они едут из России и везут нам российские деньги, почему нет? Давить на Российскую Федерацию с помощью расширения санкций, списка санкций, есть смысл? Безусловно. Я напомню, что Российская Федерация неоднократно заявляет о том, что санкции не работают, якобы они укрепили свою экономику и так далее, и даже ввели контрсанкции, которые их еще сильнее душат. И теперь они просят и ставят как требование ультиматума одно из «снять санкции и возместить ущерб». То есть мы говорим тогда, что не в плюс работали санкции для Российской Федерации, а в минус. Если это работает, это нужно продолжать и расширять список тех лиц, которые против Романа, вот такие вот используют методы. То есть всех следователей, судей, все, кто фальсифицировал это дело, все, кто пытался из него слепить образ шпиона, все, кто незаконно ограничил его права и как человека, и как гражданина Украины, всех тех, кто не сообщил в консульское учреждение Украины и родственникам Романа о том, что какая с ним приключилась история, все эти люди должны попасть в этот список и их непосредственное начальство. Вы говорите о том, как бы в идеале это было, чтобы после такого серьезного импульса, который уже разнесло в СМИ, чтобы реакция была именно такой. Но здесь появляется еще один вопрос. Если будет безвизовый режим, то следующий шаг, наверное, было бы логично, если бы идти по логике. То это все прерывания всех международных отношений, дипломатических отношений. Как вам кажется, к чему это может привести? Ну это приведет, в принципе, к одному, к тому, что все связи, которые существуют на данный момент между Украиной и Россией, имеются в виду не правительственные связи, а именно вот такие вот гражданские, частные. То есть бизнесмены, которые имеют бизнес в России, получат кучу проблем. В украинской политике есть бизнесмены, на ваш взгляд, которые имеют бизнес? Я думаю, что часть политиков, безусловно, есть, поскольку связи давно были налажены, и они, поскольку есть политическая составляющая, всегда находится решение, как уйти из-под государственного регулирования и продолжить развивать бизнес. То есть я думаю, что это частично есть. Но проблема в том, что обычный вот такой вот бизнес, он не какие-то политики высшего эшелона. Это обычные граждане, которые, допустим, там, поставки запчастей, там, ВАЗа привозят в Украину и так далее. То есть это не какой-то такой специальный бизнес, без которого там мы свободно можем отказаться. Ярослав, подводим итог и вывод. Вы советуете украинцам езжать в Россию по разным причинам, будь то родственники или какие-то бизнесы даже интересные? Нет, наоборот, я категорически рекомендую не посещать территорию этой страны, если вы не хотите вдруг оказаться без каких-либо оснований, запертыми в СИЗО, без допуска адвокатов, без допуска наших консульских работников, без сообщения вашим родственникам о том, где вы, с вами все ли нормально, без того, чтобы к вам применяли пытки. То есть если вам не хватает адреналина и вам наплевать на свою жизнь и здоровье, welcome to Russia. Я могу сказать, что МИД Украины с вами абсолютно согласен и призывает граждан Украины без видимой причины не езжать в Российскую Федерацию. Спасибо вам большое. Ярослав Католик у нас был в гостях. Говорили о задержании украинского журналиста в Российской Федерации. Сейчас прерываемся на небольшой новостной блок. Алла Есина уже готовит последние новости Одессы и страны. А позже вернемся в студию и поговорим о скандальном суде Александра Орлова и Николая Скорика. Редактор субтитров А.Семкин